По мнению областного правительства, превратиться в настоящую западную столицу и соответствовать статусу моногорода. Индии поможет только комплексный подход к развитию муниципалитета. А для этого необходимо уделить внимание ряду промышленных и социальных объектов, поддержке молодых специалистов и благоустройству. Вот это вот такая комплексность, на мой взгляд, плюс желание поддержать малый бизнес, который здесь есть, плюс строительство новых спортивных объектов, строительство дошкольных учреждений, несомненно, приведет в ближайшее время тому, что Индзе будет действительно одним из самых благоустроенных и благополучных районов Ульяновской области. Свою рабочую поездку в Индзу глава региона начал с осмотра строительной площадки будущего физкультурно-оздоровительного центра. Через некоторое время здесь разместится современный бассейн, где смогут заниматься школьники, спортсмены и все желающие. На данный момент уже смонтирован металлический каркас основного здания, установлены чаши для бассейна. К середине ноября сюда планируют пустить тепло, чтобы продолжить внутренние работы. Мне интересно, чтобы этот спортивный комплекс работал с ракурсом для решения нескольких важнейших задач. Первая и главная задача – это дети, это здоровье детей, это желание их научить плавно держаться на воде, чтобы у нас не было достаточно тех несчастных случаев, которые, к сожалению, есть. Когда мы видим, что дети не имеют держаться на воде. А вот школа номер два имени Бодина уже полностью отремонтирована. Школа была обновлена прошлым летом по программе «Модернизация образования». Здание капитально не ремонтировалось с 1936 года. На ремонт было выделено свыше 10 миллионов рублей. Все средства, по словам директора, освоены. Капитальный ремонт полностью сделан. Водотредение, водоснабжение, отопление, кровля, полы, окна. Вот все, все, все. Есть где учиться и заниматься спортом, но нет где отдыхать. Администрация района подготовила проект реконструкции парка около Диатомового комбината, который также нуждается во внимании властей. Решено включить территорию в программу формирования комфортной городской среды на 2018 год. Парк надо делать. Это город. Парк должен быть таким. У него своя история. Достойным и доброжелательным к маленьким и взрослым. Но только с аттракционами надо делать. Формирование комфортной городской среды идет еще в 32 дворах и 4 общественных пространствах Инзы. На эти цели направлено 28 миллионов рублей. Завершить работы планируется к 15 октября. Далее перешли к более серьезным темам. Глава области посетил одну из ведущих производителей клееных деталей мебели – индийский деревообрабатывающий завод. В настоящий момент здесь трудится порядка 1350 человек. Объем производства 2600 кубометров деталей мебели и порядка 2500 фанеры. Преимущественно продукция поставляется на экспорт. Значит, по деталям порядка 80% производимой продукции поставляется на экспорт. По фанере порядка 50%. Предприятие поставляет продукции во многие регионы России и Европы. А в мае этого года завод подписал контракт на поставку продукции в Японию. Дарья Судрева, Новости Ульянской правды.